Понедельник. Традиционный астрологический прогноз на всю, на всю неделю. Сегодня у нас в гостях, как и всегда, в начале недели, астролог Наталья Сарамут. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Всем доброе утро. Слушайте, ну мы когда готовились к сегодняшнему эфиру, прочитали на одном из порталов, что вот на этой неделе нас могут ждать приятные неожиданности, мол, какие-то наши мечты могут вот легко осуществиться без приложения усилий. Это действительно так? Единственным приложением усилия является мечта. Желание. Да, конечно. То есть мы силой мыслей можем себе что-то хорошее делать. Вы не представляете, сколько всего интересного произошло в последние дни. Сразу несколько планет поменяли знак Зодиака. Ну ничего себе. Подождите, ну планеты, они же двигаются очень медленно, в общем-то. Мы сейчас говорим, что планеты поменяли, а они же в период обращения вокруг Солнца, это же годы. Ну есть медленные планеты, например, Плутон, он движется 265 лет вокруг Солнца, да, по Зодиаку. Есть Луна, которая за 28 дней пробегает, Солнце 360 дней, да, 1 градус 1 день пробегает. В общем-то скорости планет разные, в зависимости от удаления, вот как раз от Солнца. И пока мы спали в выходные, что-то поменялось? Мы спали, да, произошло столько всего интересного. Ну, например, Венера вместе с Меркурием, они перешли в знак Зодиака Овна. Меркурий очень быстро набрал скорость, он сейчас очень быстро, вы знаете, буквально все почувствовали, и начинают чувствовать, почувствуют на этой неделе, что дела сдвинулись, будет не хватать времени. Нужно будет успевать быть сразу в нескольких местах, успевать делать сразу несколько дел. Поэтому деловая активность нарастает, деловая и бизнес активность нарастает. Абсолютно у всех. Это будет тенденция такая общая, все будут это чувствовать. Даже тех, кто особо не работал, работа не было, и она появится. Как же это пугает в начале рабочей недели, что приездно работать, еще не все вышли в это. Еще что интересное произошло, Солнце у нас перешло в знак Зодиака Тельца. Знак Тельца. Образ которого принял Зевс для того, чтобы похитить красавицу Европу. Это вот такой красивый миф был. Но Тельец самый-самый творческий, самый-самый материальный знак Зодиака. И Солнце перешло как раз в этот знак Зодиака, и мы начинаем мыслить материально. Поэтому мечты будут, конечно, сбываться, все будет получаться у тех, кто стремится к этому. Хотя бы нужно мечтать. А у нас тренейные билеты можно покупать сейчас? Однозначно. Однозначно. Но тем, конечно, у кого прописано в личных гороскопах удача по выигрышу. Ну, что можно сказать по предстоящей неделе? Самыми продуктивными днями это будет начало недели, понедельник, вторник, среда. Поэтому, пожалуйста, если хотите максимум продуктивности, да, сконцентрировать именно на начало недели. Четверг, пятница будут предлагать нам немного такие сложные, конечно, энергии. Да, там луна у нас будет повреждена, эмоциональный форум может быть повышен. Но вот понедельник, вторник, среда самые-таки продуктивные дни. Надо успеть все сделать. Максимально, да, максимально успеть все сделать. Потому что вот только что был репортаж о том, что нас ждут длинные выходные. Да. Поэтому надо запастись. А что касается магнитной бури? Вот планируется вообще, я слышу, что магнитные бури вовсю. И нам как-то сложно. Буквально на днях произошла очень сильная вспышка на солнце. Конечно, дойдется, до нас это дойдет. То-то мне уже дошло, мне кажется. Ты чувствительный? Все, я в понедельник утром все чувствительны, мне кажется. Потому что выходные прошли, и как это не прискорбно, приходится возвращаться на работу. Ну, по поводу удачи, у нас вернулась та ситуация, которая уже была несколько недель назад, когда мы с вами обсуждали в прямом эфире ситуацию удачного такого треугольника, который обещал нам удачу. Такая ситуация, она действительно вернулась. Кому же повезет? Повезет тем, кто родился на стыке знаков зодиака огненных и земных. На стыке зодиака. Это конец знака. Мы земные. Мы козероги, напомню. Мы земные. В начале козерога родились? У меня четыре родства, а у него в начале. В начале, получается, в начале. Ну да. На следующей неделе нам расскажете, в чем вам повезло. Да вы что! Ну, я пошел. Давайте перечислим, давайте перечислим. Это, конечно, те, кто родился в конце стрельца, в конце овна, в конце льва. И в начале тельца, в начале козерога и в начале дьявы. Этим знаком зодиака особенно повезет. Угу, здорово. Ну, можно не продолжать. Все, огромное спасибо. А вот мне всегда было интересно, а есть какая-то градация в зависимости еще от гендерных признаков? Вот, допустим, один и тот же знак зодиака, но вот мужчина и женщина. По-разному влияет это все или нет? Ну, вы знаете, у нас влияет положение планет. У нас есть сексуальные планеты, две планеты, которые отвечают за образ женщин в мужских гороскопах, и две планеты, которые отвечают за образ мужчин в мужских гороскопах. В женских гороскопах и наоборот, да? У мужчин это Луна и Венера, у женщин это Солнце и Марс. Ну, что мужчины ищут в женщинах, Венера и Луна? Красоту, доброту и заботу, правильно? Ну да. А что мы, девочки, ищем в мужчинах Солнце и Марс? Защиту покровительства. Поэтому вот положение планеты в каком-то знаке зодиака, оно определяет определенную тенденцию. Ну, вот конкретно, если сейчас Солнце находится в знаке Тельца, перешло в знак Тельца, да? Знак Тельца говорит о практичности, поэтому сейчас Солнце образ мужчины в женском гороскопе, да? То есть, женщины будут обращать внимание на мужчин более практичных. О, как! Достаточно ли вы практичны, Валерий? Не зря, конечно, что... Не зря же говорят, звезды сошлись, да? Да. А вот еще говорят, что сейчас какой-то там метеорит пролетел мимо Земли, и вот это как-то влияет на наши гороскопы? На гороскоп нет, не влияет, но, конечно, это в чистом виде астрономическое явление, которое мы можем использовать для того, чтобы, опять же, загадывать желание, да? Но в ночное время суток мы можем наблюдать метеоритные дожди. Днем, конечно, их не видно, хотя они происходят круглосуточно. У нас есть несколько периодов в течение года, когда традиционно происходят такие явления, и они очень красивые. Но, к большому сожалению, в городе не видно, поэтому нужно выезжать куда-то за город. Да, это правильно. Мы призываем вас тоже сегодня, кстати, выехать из города, прямо за город, потому что сегодня, вроде как, с 22 по 23 будет метеоритный дождь. Метеорит, который наблюдался с 1861 года, и он оставит свой след. В истории, да. Но главное за собой потом убрать. Субботник же недавно прошел. Ну да. Можно загадать очень много желаний. Да. Лишь бы только они сбывались. Но меня сегодня поразило то, что вот я когда ехал на работу, было уже достаточно светло, это было 5 часов утра, и луна, огромная луна, висящая над городом. У-у-у-у. Ты выл? Не у всех так. Я не выл. Луна, полнолуние как-то вот сейчас может повлиять на наше настроение? Полнолуние повлияло, наверное, значительно по новостям, мы уже заметили, на прошлой неделе, на все население, да, нашей земли. Полнолуние любят влиять. Вот, ну, данная неделя, в общем-то, она, в предстоящей неделе, она будет отличаться от той, которая была, поэтому мы будем заняты делами, нам будет некогда обращать внимание на такие вещи, как эмоциональные какие-то срывы. Но за исключением 4-4-5-5, там нужно будет обратить внимание. Наталья, мы сегодня вас хотели поздравить с праздником, мы сегодня отмечаем, вообще во всем мире отмечается День Матушки Земли, и мы задавали вопрос нашим телезрителям, которые голосуют сейчас в соцсетях, как же они именно влияют на самочувствие нашей планеты, не мусорят, например, там, или ухаживают за братьями нашими меньшими. Вы что делаете для того, чтобы Земля была в идеальном состоянии? Тоже стараюсь не мусорить, высаживаем деревья, ухаживаем за деревьями. Слушайте, ну это круто, это абсолютно круто. Спасибо большое, у нас в гостях была Наталья Сарамут, астролог, который регулярно, вот, каждую неделю дает самые точные прогнозы. И сегодня, думаю, что мне повезет. Очень благоприятный для меня прогноз, потому что я родился в начале знака, и я за лотерейным билетиком, пожалуй, сегодня зайду. Да всем повезет. Мы же всегда раздаем вот эту эмоциональность, эту энергию. Но мы говорим про то, что везет, ну иногда сложно сказать, что везет тем питомцам, которых приручают, потому что их могут потом просто выбросить на улицу, да, то есть как-то уже нет необходимости за того, чтобы завезти. В общем, следующий сюжет расскажет вам о том, что если вы заводите питомца, то, ребята, будьте и следите за ним, кормите. Ну вот, если это грузины, то тем более. Спасибо. Продолжение следует...